Здравствуйте, меня зовут Алексей Осичев. Я хочу сказать, что я очень счастлив снова стоять на этой сцене, делиться музыкой и петь вместе с вами. Спасибо. Я хотела, чтобы была мужская битва. Ну, голос красивый, приятный, да, такой тембр. Его сравнили тогда с Чумаковым. Сказали, что если закрыть глаза, мы видим Лёшу. Он пел, естественно, о песне Лёши Чумакова, но он прекрасен. Алексей прошел и дополнительное голосование, и батл. Все было у него, осталось только попасть в тройку полуфинала. Ну что, я ему желаю удачи. Давай, Лёша, давай. А-а-а, класс! Класс, моя любимая песня. Знаешь, 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 часики стоят, И минуты с нами не говорят. Прикольно, по-своему. Видишь, 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 Всё вокруг молчишь. Как будто Алексей Чумаков поёт. Нет, приступный свет. Похоже, кстати. Не стучи, ты когда-нибудь меня простишь, Газовые тучи с неба снишь, И не улетишь, И меня не покинешь. Я когда-нибудь тебя прощу, И прижмусь к тебе обыкновенно, И не отпущу, И останусь, наверное, Если я когда-нибудь тебя прощу, Если я когда-нибудь тебя прощу. Много такого субтона хочется чистого голоса послушать. Сколько, сколько, сколько Сейчас будет. Времени прошло, Две минуты месяц, Мне всё равно. Знаешь, 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 Ты когда-нибудь меня простишь, Грозовые тучи с неба снимешь, И не улетишь, И меня не покинешь. Я когда-нибудь тебя прощу, И прижмусь к тебе обыкновенно, И не отпущу. И останусь, наверное, Если я когда-нибудь тебя прощу. Если я когда-нибудь тебя прощу. Молодец! Если я когда-нибудь тебя прощу. Да! Спасибо. 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 Ну что ж, дорогие друзья, Уважаемые телезрители, Дорогая сотня, Давайте посмотрим, Сколько баллов Набрал Алексей Осичев. 88 Это на один балл больше, Чем Алексей набрал на своих отборочных. Молодец. Ну что ж, у нас Впереди тайное голосование. Ну а сейчас Спросим наших экспертов. Валечка. Ты сегодня в русском народном, Таком сексуально-хороводном. Да, благодарю за комплимент. Но на самом деле, Что я бы хотела сказать. Когда наш конкурсант вышел на эту сцену, Я для себя отметила его неповторимый тембр. Он мне уже импонировал тогда. Ну и, конечно, Крючком, наверное, Стал ваш кульминационный момент. Именно ваше личное прочтение, Там, где вы пели мелодию, Она была... Вокалист. Да, она была своя. Она была... Прочитана так, Как вы ее ощущали. И это меня зацепило. И, конечно же, Я, безусловно, Сразу отдала вам свой голос. Вы прекрасны. Спасибо большое. А вот Сергей не отдал свой голос. Всем здрасте. А Шехмин, Почему ты не отдал свой голос? На самом деле, Не люблю говорить плохое, ничего. Но у меня в свое время была такая проблема, То, что я пел песни, И отец мне говорил, Ты не чувствуешь. Ты не чувствуешь то, что ты поешь. Вот сейчас я не почувствовал то, Что пели вы. Вот эти эмоции. Было все идеально. Было красиво. Но вот эти чувства, Они идут отсюда. И мурашки вот эти, Они как раз от этого. Вот этого мне не хватило. Спасибо. Спасибо. А можно передать мой микрофон на четвертый ряд Для Ольги Косибород и Александра Шаганова, Которые сидят в красном углу. Ой, понимаете, вот ничего страшнее творческих конкурсов Я вообще-то в жизни и не знаю. Хоча я и в жюри сижу, И сама большой конкурс организовала. Знаете, вы прекрасные. У вас прекрасный тембр голоса. Ничего плохого не могу сказать. Представляете, какой ужас. Вы мне очень понравились. Простите, можно я скажу, можете вырезать. Вот Кристина вышла. Извините, она артистка. Нет, я ничего плохого сейчас не скажу. А вы сейчас про Кристину? Нет, я просто... Вот, понимаете, когда выходит совсем артист, Вот когда совсем движение, энергетика, глаза... О, я искал пластика. Ну, все, понимаете, артист это все. И тогда, не знаю, мурашка бежит, Кто-то бежит, встаешь, Ну, не знаю. Ну, вот извините, что не встала. Да вы мне тоже очень... Олечка, все, прекрасно. Извиняться не надо. Дайте Саше шагануть. Я хочу сказать, что мне показалось ваше выступление, Знаете ли, такой некой калькой с артиста Агутина. Вот. И... Ну, я вот так просто для себя прочитал. То есть даже какая-то, знаете, такая... Несколько усталая такая история. Ну, опять же, я отталкиваюсь от своего личного ощущения и прошу вас ценить мою точку зрения. Так же, как я ценю вашу точку зрения. Абсолютно. Спасибо. Вот. И то, что у вас фактурная внешность, выигрышная очень для эстрады, да, то, что вот вы пробуете петь такие чувственные песни, вы на правильном пути. Но мне бы вот хотелось вот какой-то вашу большую такую индивидуальность. А иначе вот я немножко такой музей такой, знаете, увидел имени Леонида Агутина. Спасибо. Спасибо. Сергей? Да. Алексей, скажу я тебе свое мнение. Я понимаю, про что говорят эксперты, когда говорят о том, что что-то не доходит. Есть ощущение какой-то четвертой стены, которая между тобой и зрителем. У тебя еще такая специфическая внешность красивая. Ну, эти бровки, это такой немножко опущенный взгляд и все ощущение, что ты немножко весь в себе. Сбрей брови. Нет, нет, нет. У тебя отличное, красивое мужское лицо. Я просто к тому, что изначально у тебя немножко такое, ну, понимаешь, грустненькое. И ты когда еще в песни ходишь и грустишь, и прям вот, просто я опять же на протяжении предыдущих песен я вспоминаю это. Я никак не могу пробиться к тебе как к артисту и ко мне особо много не летит. Ты немножко в своем мерке закрываешься. Хотя музыкально все классно спето. Ты профессионал, мы об этом говорили еще в прошлый раз. Все здорово, ты слышишь замечания, ты можешь исправляться. Но вот для того, чтобы сто, все время чуть-чуть чего-то еще не хватает. Возможно, не хватает контакта. Контакта со зрителем. Поэтому вот это вот надо стараться, эту четвертую стену разрушить. Хоть я и стою, безусловно, потому что талантливый певец, который...